В День защиты детей в Пенсионном фонде России напомнили о том, что распоряжаться средствами материнского капитала теперь можно не обращаясь непосредственно за сертификатом. Специалисты назвали это проактивным способом получения документа. Подобный формат действует с 15 апреля. Маткапитал оформляется автоматически на всех детей, рожденных с 1 января 2020 года. Информация из органов ЗАГС централизованно поступает в Пенсионный фонд Российской Федерации. Там эта информация проходит определенную проверку. И направляется по регионам, по месту регистрации рождения детей. После поступления этой информации органы Пенсионного фонда, имея в наличии сведения о матери ребенка, о месте проживания, обязательно наличие СНИЛС, обязательно наличие информации о количестве рожденных детей, уже принимают решение о выдаче государственного сертификата. За полтора месяца действия так называемого проактивного режима в Севастополе оформлено уже более 700 сертификатов. Информация об их статусе поступает в личные кабинеты заявителей на портале Госуслуг. Правда, в том случае, если у владельца, конечно, в личных кабинетах настроены, присутствуют все настройки о получении таких уведомлений о вынесенных решениях в отношении любых видов заявлений. В том случае, если у человека, допустим, отсутствует личный кабинет, то информация о сформированном сертификате хранится в органах Пенсионного фонда. И при желании заявитель всегда может к нам обратиться, владелец сертификата может обратиться, уточнить эту информацию, получить выписку. Напомним, распоряжаться материнским капиталом без личного обращения в Пенсионный фонд могут только те семьи, в которых дети родились в 2020 году. Для получения сертификата на детей, рожденных ранее, нужно обратиться в фонд в заявительном порядке. Отметим, программой материнского капитала предусмотрены пять направлений расходования средств – улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение накопительной пенсии мамы, реабилитация детей-инвалидов, а также ежемесячные денежные выплаты семьям с определенным уровнем дохода, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.